На самом деле, виртуальная приемная появилась еще в апреле. Президент напомнил об этом снова, получая тысячи обращений в свой адрес в социальных сетях. На сайте виртуальной приемной есть несколько разделов. Это написать президенту, личный кабинет заявителя, статистика обращений, часто задаваемые вопросы и инструкция по пользованию. Надо пройти регистрацию с помощью электронной цифровой подписи. В разделе инструкции подробно расписано, как пользоваться, куда зайти и что нужно. Кстати, Касым Жумар-Тукаев весьма активен в интернете. У него есть аккаунт в Твиттере, который он ведет с 2011 года. И за эти 8 лет он разместил 6582 твита. У президента 127 тысяч читателей, а сам он подписан на 166 аккаунтов. В Инстаграме под ником Тукаев Онлайн президент размещает фотографии рабочих моментов, встреч с населением и разные события, в которых он принимает участие. И тут комментариев немало. Интересно было бы знать, насколько активны министры, Акимы и в конечном итоге они тоже играют решающую роль в исполнении указов президента. На портале «Открытый диалог» безо всяких барьеров можно обратиться к чиновникам высшего звена. Тут же можно проводить онлайн-конференции, оставлять обращение в блок и принимать участие в вопросах. Блок Акимы нашей области тоже имеется и много разных вопросов по всем видам его деятельности. Наши Акимы в социальных сетях тоже есть. И у Мурата Мукаева и Галии Скалиева аккаунты в Facebook. Недавно даже Аким области разместил свой номер телефона, чтобы написали ему в WhatsApp. Есть Инстаграм-аккаунты у Акиматов. Городского и областного имеются официальные сайты Акимата города и Акимата области. И тут можно оставить обращение в разделе «Блок Акима». Ярким примером служит Инстаграм и экс-Акима нашей области Алтая Кульгинова. Здесь и фотографии, и видео, все, чем живет столичный Аким. Тут же можно оставить комментарий, сделать репост его записи и многое другое. Нужно ли вообще это населению, мы спросили на улицах города. Одни считают, что надо, а другие сомневаются в пользе этого. Вы знаете, что можно обратиться к чиновникам через интернет? Слышали вообще об этом? Нет, не слышу. С чиновниками интернета, как было хабарного жарства, было не себе. Развоим киреем. Мы люди этого возраста, то для нас это тяжело через интернет. Нет, и не слышала, и не слушала, и для нас это тяжело. Для чего это вообще нужно? Со слов президента, для того, чтобы был налажен эффективный диалог и обратная связь с обществом. К тому же он обязан постоянно держать руку на пульсе ключевых событий, подчеркивает его администрация. Гульнару Марв, Олег Писаренко, Рустам Джумашев, ТДК-42.